Рад приветствовать вас снова на моем канале. Мы продолжаем наше путешествие. И вот сейчас мы переночевали недалеко от Тьера в нашем большом автомобиле. До Тьера осталось буквально, сейчас скажу, 54 километра. Где-то в 12 ночи остановился, мы разобрали постели и влюблись. Если может быть видно, надеюсь. Опять все бросилось. Вот маршрут. Мы стоим на заправке. Кстати, вот объем моего автомобиля здесь можно увидеть. Сзади у нас все завалено сейчас. Вот здесь было все разложено. И был надувной матрас, на котором мы спокойно поночевали. Заправка, если не ошибаюсь, эсса. Ночью было где-то от 13 до 15 местами мы ехали. Не особо жарко. Вот такая гористая местность, вся засаженная и ухоженная разными культурами. Зерновыми и не только. Виноградники, пшеницы и так далее. Ночью вот здесь вот бегали толпой зайцы. Чем очень сильно испугали мою жену. Вот. Потом я ходил в туалет умыться перед ночью, почистить зубы. И вот на том кругу они резвились толпой. Зайчики маленькие, размером, я не знаю, вот может больше ладони. Совсем маленькие. Вот. И сейчас мы направляемся в город Тьер. Что там у нас получится, я пока не знаю, потому что ни с кем не договаривался. Но думаю, что-нибудь выйдет. И так до следующего включения. Вот мы подъезжаем к городу-герою практически в бритвенном деле Тьер. Вот. Я снимаю из автомобиля. Также, конечно, вытащу из виде регистратора потом. Надеюсь, не забуду. Вот что-то. Такого плана вы можете увидеть. Гористая местность. Все эти горы заполнены домиками. До вверх, где-то до середины. Вот. Интересный такой вид. Вся узенькая, такая неспешная. Старые домики. Очень маленькие квартирки в этих домиках. Ну, город-герой. Что еще скажешь? Я так понимаю, что мы еще в него не въехали сейчас. Пригород какой-то подъезжаем только. Очень такая бурная жизнь. Для такого городка отдаленного движения. Достаточно такая интенсивная. Наш навигатор не принял адрес фабрики Тьер. И мы сделали запрос в Москву для того, чтобы нам прислали координаты цифрами. Вот координаты у нас есть. Сейчас где-нибудь припаркуемся, забьем цифры. И первое, что мы куда поедем, на фабрику Тьер и Сар. Как я говорил, уже там нас особо никто не ждет. Да и вообще не ждет. Они ждут только от нас заказов. Больше ничего. И удастся ли мне объяснить, они по-английски там никто особо не говорит. Да и вообще никто не говорит. Может быть за 10 лет, которые тут не был. Кстати, юбилейный год. В этот момент моего посещения фабрики. Сейчас достану свою бритву. Покажу и скажу, что мне они ее подарили здесь. Вот. Интересное место, конечно, очень. Думаю, что всем видно. Координаты места прибития сейчас в настоящее время заданы на обум. Так, у нас компьютер маршрутный показывает другую точку. Но сейчас попробуем чуть-чуть вверх подняться. Потом сверху уже посмотрим, что к чему и почему. Такие развязки сложные вообще. Куча всего нарисовано. Поворотов, заворотов, разворотов. Вообще, обзорная точка города находится наверху. Вот, я так думаю, где-то там. Наиболее такая старая часть города. Да, тут вообще-то наиболее старая часть, по-моему, везде. Гаражи постройки. 120 лет назад. Внизу дома. Сарай какие-то. Медленно, но упорно мы поднимаемся вверх. Сейчас, еще чуть позже, включу снова камеру. Вообще, вот я пожалел, что выключил GoPro. Только что проехали фабрику Кутлярия Роберт Давид. Такие старые домики. Очень интересные. Вообще, через шаг практически, Кутлярия. Все, конечно, такое, где-то 18 век, я так думаю. Основная масса построек совсем старая. Пропускаю автомобиль, потому что я еду медленно. Вот Ганс Христиан Андерсон, наверное, еще жил в свое время. Случайно, не стера. Вообще, старина. Истинная. Никакой батарейки не хватит все это снимать. Здесь сверху видно все, как на ладони. Вести. А, ну вот она, да, обзорная улица. Сейчас откроется вид нам. Вот это место, где мы были уже 10 лет тому назад. Ведь была когда-то юной 10 лет тому назад. Вот здесь мы ехали, а там должна быть, должен быть бинокль обзорная. А вот весь город, вы видно, как на ладони отсюда. Трафик здесь сумасшедший, конечно, движение просто жесть. Вот цветов таких не было. Это уже за 10 лет много чего преобразилось по мелочам. Автомобиль, наверное, обслуживает, не знаю, что он обслуживает цветы. Флаги разрешивают. Вот тут уезжает. Ну вот видно, сквозь вот эти вот все цветочные горшки. Старик гордир. Подыграли, дали снять по-человечески. Вот здесь обзорную площадку. Монетку можно было кинуть. Сняли этот прибор, который здесь висел. Винокль этот. Можно было кинуть монетку и посмотреть. Бестолково, в нее ничего не было видно. Вот здесь находится как раз сейчас мы подъезжаем. Главные улицы ножевые, с ножами, с ножницами. Тут и бритвы продают. Вот это сама основная улица. Вот. Магазин, где мы были с Александром Алекс Андером. Вот здесь вот. Вот она вниз идет. Самая главная улочка ножевая. Конечно, много что изменилось. А в некоторых местах вот такие лифты стоят. Потому что зайти вниз очень тяжело и подняться наверх. Поэтому стоят лифты. Вот старожилы 10 лет назад еще были такие. Молоденькие, когда мы тут были. Такой вот городок. Вот Кутвери тоже магазин. Здесь тоже сейчас вот будут сбоку несколько штук. Бакери. Как-то так вот. Довольные люди ходят с булками. Шевелят булками и идут с булками. Вот стояночка здесь есть. Но мы ходить там некогда особо. Но и голопом по Европе. Все такое вообще невероятное какое-то. Сейчас мы сначала поднимемся наверх. Попробуем где-нибудь припарковаться. Потом забьем координаты фабрики. Что у нас там выйдет, я не знаю. Еще раз повторюсь. Ну, что-то, может быть, интересное мы снимем. Вот. И далее. Попробуем прокатиться. Кое-где выйти. Поснимать. Кстати, здесь, внизу, вот сейчас, на реке Дероле, старинная фабрика. Не одна даже, а несколько. Я просто... Чтобы туда дойти, надо припарковаться сначала. Ну, здесь, наверху, более современные постройки уже. Годов, наверное, 90-х. Вот тоже фабрика. Прочитать я не успел ничего. Ну, фабрика здесь, они через шаг, фабрики. Вот. Такие вот пирожки до пышки. Субтитры подогнал «Симон»